В маленьком провинциальном Лухе не так много достопримечательностей. Никола Тихонов монастырь, пожалуй, самое главное. Жители района очень хотят, чтобы о предмете их гордости знали по всей стране. Участие и победа в конкурсе «Россия-10» позволит привлечь должное внимание к этому красивейшему памятнику древнерусского зодчества. На этом месте монастырь стоит уже 515 лет. Сначала преподобный Тихон Лухский воздвиг здесь деревянную церковь. После того, как она сгорела, были построены два белокаменных храма. Почти три сотни лет ежедневно здесь шли богослужения. В 1930 году храм и вообще весь монастырь был закрыт. Все насильники монастыря были изгнаны. И долгое время здесь находились самые разные организации. Это было и клубное учреждение, это была начальная школа. И здесь в самом храме находилась машина тракторной станции. Чтобы здесь поместились тракторы, стены сломали. Почти полностью разрушили ворота. Восстановительные работы начались лишь в 1995 году. Тогда монастырь буквально пришлось возрождать из пепла. Попадая на территорию храма сейчас, ты будто оказываешься в другом времени. Здесь жизнь течет размеренно, здесь нет зла и зависти. Монахи и послушники занимаются сельским хозяйством, разводят лошадей и коров. Из молока делают сыр и масло, пекут хлеб. Здесь могут приютить и прокормить любого, пришедшего за помощью. Священнослужители верят, что им дано благословение преподобного Тихона Лухского. Поэтому здесь нередки чудеса. Происходят чудеса исцелений по молитвам нашего преподобного Тихона. Люди, которые приезжают сюда, берут маслице из лампаки преподобного Тихона, помазывают больные места и, конечно же, происходит исцеление. Люди потом эти звонят, приезжают сюда к нам, говоря о том, что с ними происходило. Святый Никола Тихонов монастырь – очень самобытный образец зодчества. Здесь все сдержано и скромно. В обоих храмах – белые своды. Восстановить роспись почти не представляется возможным. Нужны огромные деньги. Но кое-где на стенах видны лики святых, изображение, которое удалось спасти. Они напоминают о многовековой истории монастыря. Я знаю, что сейчас идет голосование. И лично, как и луховчанин, и все-таки преклоняясь преподобному Тихоне, этому прекрасному монастыре, мне хотелось, чтобы голосовали именно за нас. За святый Николай Тихонов мужской монастырь. Монастырь в дополнительной рекламе, пиаре или агитации не нуждается. Ежегодно в Тихонов день, 29 июня, со всех концов страны сюда приходят почти 5000 паломников. Для православных это место поистине святое. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.